Спасибо, я приветствую всех присутствующих. Начну, наверное, немножко представлю компанию Бионоватик. На сегодняшний день это передовой производитель препаратов биологических для защиты растений, которые соответствуют мировым стандартам качества. Компания Бионоватик находится в городе Казань. На сегодняшний день представлена широкой линейкой препаратов, распространенных как по территории Российской Федерации, так же экспортируемых в страны ближнего и дальнего зарубежья. Что касается сезонов, ежегодно погода нам и природные условия климатические преподносят различные сюрпризы, различные новые задания, с которыми мы справляемся, либо накапливая новый опыт, либо используя предыдущий. 2020 год был не исключением. В этот год ЮФО и Ставропольский край пострадали, так как не страдали крайние 25 лет. Безусловно, заморозки были, но они были ранее не такими обширными, не такими существенными. Кроме того, была еще и теплая зима, спровоцирующая активный рост растений. Заморозки были, как мы уже обсуждали, волнами до трех волн, при температуре ниже 0,13 градусов на территории Ростовской области Краснодарского края. Все это повлекло за собой местами очень плохое состояние зимных культур. Некоторые товаро-сельхозпроизводители принимали решение запахивать, некоторые принимали решение реабилитировать и несли большие затраты на это. Что рекомендовала компания Бенноватик на этот случай? Мы рекомендовали программу «Максимум». Эта программа уже обкатанная не только на территории Ростовской области, а во многих регионах в целом. Она включает в себя четыре препарата. Это микробиологическое удобрение «Арганит-П», которое питает растению сильно фосфором и калием. Это «Арганит-Н» микробиологическое удобрение, которое налаживает азотное питание. «Биодукс» – это регулятор роста и иммуномодулятор. Он стимулирует как ростовые процессы, так и иммунные. Конечно, кроме налаживания питания и ростовых процессов, нужно защитить растение в этот период особо важный. «Аргамика-С», входящая в данную программу, это биологический фунгицид пролонгированного действия. Он защищает вегетирующую массу до двух недель. Корневую систему защищает от грибных и бактериальных заболеваний, от момента внесения препарата до момента уборки культуры. Сейчас я покажу. Можно видео воспроизвести? Небольшое видео о том, как сработала данная программа в Мясниковском районе в этом году после третьей волны возвратных заморозков. Как раз таки. Давайте тогда оставим. Не будем уже тратить время на это. Нет, это фото. Справа, я не знаю, сейчас видно на экране, нет, может, если выключить свет, будет лучше видно. Справа была необработанная часть зимой пшеницы, это сорт Таня. На момент фотографии была здесь стадия только начала цветения. Обработанная же часть слева, она уже заканчивала цветение. То есть, когда мы только обрабатывали в мае препаратами, поле представляло собой практически черный пар. Это были не зеленые вегетирующие растения, а очень плачевное состояние. Таким образом, совокупность препаратов, которые входят в данную программу, они позволили быстрее начать вегетацию, быстрее налить зерно и убрать урожай до наступления активных суховеев. И получить прибавку в порядка 4 центнеров с данного поля. Это выглядел так массив. И если приблизить растения, мы видим, что обработанные биопрепаратами они были более мощные, более выровнены. Корневая система более развита была. Что касается суховеев, это привычное для нас явление. Мы уже также об этом говорили. Это связано и с климатом, и с отсутствием, или с очень плохим состоянием защитных лесных полос. Если вернуться в 2018 год, типичный, там мы рекомендовали программу стимуляции питания одному из хозяйств в более поздние сроки обработки. Это была стадия выхода в трубку, когда не требовалось какого-то вмешательства фунгицида. Данная программа включает в себя органит П, микробиологическое удобрение, питающее фосфором калием. Органит Н, это азотофиксирующая бактерия. И также биодуксы, ростостимулятор, иммуномодулятор. В совокупности данные препараты позволили растению дольше вегетировать. Так как суховеи не позволяют растению реализовать свой генетически заложенный потенциал, не дают ему воспроизвести ту урожайность, которую они могли бы дать. Программа стимуляции питания позволила немного больше вегетировать растения. Мы видим справа полоса, она еще зеленая. Слева растения, они не то чтобы закончили вегетацию, они просто начали уже высыхать, потому что было очень жарко. Вот такая картина была на момент уборки. Справа обработанные растения отличаются не только высотой, но и различием колоса, величиной, его наполненностью, что в итоге вылилось в прибавку 7 центнеров при урожайности на контроле 58 центнеров с гектар. Что предлагает компания Бионоватик на 2021 год? Первое. При установившейся температурах 10 градусов выше нуля среди суточных, либо же при прогреве почвы на 5 градусов. Применение программы максимум обязательно. Норма расхода органит P, органит N и фунгицид оргамика S полулитра на гектар, биодукса 2 мл на гектар. Также стимуляция питания далее, в поздние сроки обработки, либо же когда не нужно какое-то экстренное решение с помощью фунгицида. Это были предложения по питанию и защите. На примере озимой пшеницы также существует ряд программ и для других сельскохозяйственных культур, но я не могу обойти стороной пропашные культуры. 2019 год, когда на территории Ставрополя, Ростовской области, Краснодарского края совка поедала просто гектарами пропашные. А у нас также есть активное решение в борьбе с чешуей и крылыми вредителями. Это биоинсектицид Биослип БВ. А данный инсектицид не обладает, не вызывает резистентность у насекомых. Он не опасен для пчел и млекопитающих. Также на основе гриба Бавери Бесианы его нельзя смешивать с фунгицидами в одной баковой смеси. Так как грибная основа препарата, если предыдущие программы можно было смешивать в баковой смеси с пестицидами любыми, то его нужно отделить от фунгицидной обработки. Его активность, эффективность на насекомых в открытом грунте от 85% до 98%. Это уже доказано. Он испробован не только в Ростовской области, но также широко и в Узбекистане. Мы закрывали полностью данным препаратом поля. Эффективен от взрослого насекомого, от личинок любой стадии, также обладает овицидным действием. Применение обязательно с прилипателем и процент рабочего раствора должен быть не менее 2, то есть 2 литра препарата на 100 литров воды. На данных фото видно, как выглядят пораженные насекомые, потому что на самом растении, как правило, его очень сложно найти. Через несколько часов после заражения насекомое перестает питаться, но несколько суток оно еще будет находиться на растении. Оно в это время не питается, не защищается, не убегает, и часто при парализации оно просто падает на землю, и мы уже не можем на растении его найти вот такое, как на фотографиях, черное, либо же разорванное, как бы размазанное изнутри мицелия. Ну, в бабах его проще найти. Вот так выглядит гусеница пораженная, то есть черная голова, мы уже понимаем, что она не питается, и рядом мумифицированная биомасса. А можно попробовать воспроизвести здесь небольшое видео по как раз-таки работе данного инсектицида? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Ну, в общем-то, в заключение своего выступления я хочу пожелать всем товаросельхозпроизводителям достичь запланированных результатов, получить хорошую урожайность, реализовать в культуре свой генетический потенциал, вне зависимости от того, какая это будет культура. Тем, кто с нами уже сотрудничает, я желаю хороших урожаев. И во время своевременного, при своевременном применении препаратов, кто не сотрудничает, есть возможность в этом году попробовать, посотрудничать с нами и достичь желаемых результатов. По вопросам приобретения и сотрудничества обращайтесь к нашему эксклюзивному дистрибьютору, это Биагра-сервис. Я благодарю за внимание. Продолжение следует...